Мы из года в год стремимся, чтобы сделать что-то лучше для людей. Настроена наша работа, конечно, на то, чтобы люди обращались, звонили по любому поводу. Мы разбираемся с любым обращением. Решение проблем и создание комфортных условий для жизни. Ирина Шуляк о том, как сделать возглавляемый сельский совет лучшим в области. У меня давно были в Минску весельные обратно. Мы делали полностью, и пели там, и танцы были, и рассказывали, как у нас делается веселье. Возраст творчеству не помеха. Мария Богдановича любви к народному искусству. О грамотах мы, конечно же, во вторую очередь думаем. А больше об успешном выступлении, о качественной игре, о том, чтобы ребенку было приятно, и он рос. Вот это самое главное. Музыка нас связала. Представитель музыкальной династии Антон Конанчук о работе педагогом и увлечении художественной ковкой. Будни председателя сельского совета нельзя назвать простыми. Каждый день – это новый вызов. Необходимо всегда оставаться в тонусе, чтобы делать свою работу как можно лучше. Ирина Шуляк – пример человека, который редко вспоминает о былых заслугах. Ее жизненное кредо – идти только вперед. А задача как председателя – сделать все возможное, чтобы завтрашний день на вверенной территории был лучше, чем сегодняшний. В первую очередь созданы доверительные отношения с местным населением, для того, чтобы каждый мог прийти и попросить о помощи, когда это необходимо. Политив хороший. И настроена наша работа, конечно, на то, чтобы люди обращались, звонили. По любому поводу мы разбираемся с любым обращением. Люди должны понимать, что в первую очередь им помогут здесь, в сельском совете. Каких-то глобальных проблем в сельсовете сегодня нет. Однако, как отмечает Ирина Шуляк, второстепенных, либо неактуальных вопросов просто быть не может. Каждую проблему необходимо воспринимать как собственную и прилагать максимальные усилия для ее разрешения. Конечно, не все удается сделать собственными силами. Порой проблемные вопросы выходят за рамки компетенции председателя сельского совета. В таких случаях на помощь приходит районная власть. Вопросы идут на районный уровень. Но, понимаете, если это, например, подсыпка дороги, то мы, конечно, пишем письма или грядирование дороги. Вот у нас был вопрос по деревне Турцевичев. Практически дороги не было полуговой. Была песчаная простая лесная дорога. Люди строились. Вопрос рассматривался на заседании райисполкома. Я отчитывалась по работе с обращениями граждан. Ну, конечно, я обозначила эту проблему, что там нет дороги. И два года назад там сделали дорогу. С помощью, конечно, райисполкома. Мы обозначаем эти проблемы, но не всегда получается их сделать. Иногда обращаются, конечно, и в райисполком. Бывают такие вопросы, конечно, что необходимо... Ну, сегодня, на сегодняшний день, как бы, встаем на планерке, пишем письма. Даже если не в наши компетенции приходит письмо, мы стараемся дать ответ, куда необходимо обращаться человеку. И попутно еще пишем свое письмо в эту организацию, если это касается, например, как было последний раз, об оказании помощи. Ирина Шуляк в Горбовическом сельском совете работает уже 20 лет, всем из которых в должности председателя. За это время хорошо изучены местные жители, и практически со всеми удалось познакомиться лично. Конечно, когда знаешь каждого человека, живущего рядом, это накладывает определенные трудности в работе, если ты являешься руководителем. Ведь не всегда решение вопросов сопровождается приятной беседой. Порой доходит и до споров в определенных ситуациях. И тут важно оставаться справедливым, забывая о личных связях и симпатиях. Ирина Шуляк отмечает, что постоянно придерживается этих принципов в своей работе. Для меня все граждане одинаковые. Пытаемся разбираться. Просто мы, в первую очередь, должны соблюдать закон. И мы человеку объясняем, я стою на страже за... Ну, я должна соблюдать и действовать в рамках закона. Мы просим, чтобы люди возле своего дома наводили порядок, чтобы, вы же видели, малые формы, они начинают цветочки эти садить, заборы, чтобы приводили в порядок старые, сараи разбирали. А мы уже им объясняем, что мы будем заниматься пустырами, мы будем заниматься кладбищами, вот этими местами общего пользования. Ведь если деревня красивая, то здесь хочется и жить, и покупать дом. У нас, вот, 7 лет назад, мы думали, что мы уже улицы закопаем, но как-то взялись за эту работу. Благоустройство и наведение порядка на земле является неотъемлемой частью работы председателя сельского совета. Приводить в порядок территорию начинают с ранней весны, как только сойдет снег. Снос пустующего жилья, вырубка кустарников и аварийных деревьев, выписка предписаний нерадивым жителям. Это лишь малая часть проводимой работы. Хотя, что касается штрафов местному населению, то ситуация из года в год улучшается. Люди видят изменения в совете и сами стремятся внести свой вклад. Кто-то наводит порядок возле своего подворья, а другие помогают благоустраивать места общего пользования. Сегодня одному ничего не можно сделать. Сегодня все, вот, организации, учреждения также приводят постоянно территорию в порядок. Жители, все сообщают. Когда постоянно чистота, я думаю, что у людей больше не будет мыслях такое в голове, чтобы бросить где-то там, намусорить, выбросить этот мусор. Если человека постоянно приучать к чистоте, никогда не бросит окурок или бумажку. То же самое на кладбище. Приучаем людей. Первое время было тяжело. Мы каждую неделю выезжали, собирали этот мусор, относили там в площадке. То сегодня люди стали меняться. И видишь, что все-таки не мусорят возле забора, там, где поближе, а все-таки в отведенное место сносит. Очень важно в работе председателя сельского совета также умение налаживать дружеские контакты с различными предприятиями. Среди тех, кто оказывает спонсорскую помощь, открытое акционерное общество Неначское, горбовическое лесничество, калинковическое зверохозяйство и калинковический зональный узел электросвязи. Когда есть такие сильные предприятия, то, в принципе, и работа больше проводится. Школа вот посадила нам аллею в этом году весной. Ну, помощь чувствуется. Легче работать тогда, когда есть такие сильные организации. Сегодня на территории горбовического сельского совета находится шесть населенных пунктов, в которых проживает около 1700 человек. Их комфорт и благополучие главное для Ирины Шуляк. Не менее важным является заслуженное признание проводимой работы на областном уровне. В начале марта в Гомельском облсполкоме подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую практику решения вопросов жизнеобеспечения населения среди городских, поселковых и сельских советов депутатов в числе победителей и Горбовический сельский совет. Мы из года в год стремимся, чтобы сделать что-то лучшее для людей, чтобы люди видели изменения какие-то, что для них что-то делается. Но, конечно, это ко многому обязывает. Это признание того, что что-то сделано. Но и надо соответствовать. Будем, конечно, стремиться лучше делать наши деревни, более привлекательными. Обязывает. Будем так говорить. Надо держать рамку. И, конечно, всегда стремиться быть лучше. Рабочий день может начинаться с самого утра и заканчиваться поздним вечером. И спланировать заранее ничего нельзя. Внезапно могут возникнуть вопросы, требующие неотложного решения. К такому режиму привыкаешь не сразу. Нужно время. Ирина Шуляк отмечает, спокойный ритм жизни уж точно не для нее. Постоянно быть в эпицентре событий, каждый день решать новые интересные задачи, преимущество работы председателя сельского совета. А самое главное – это возможность приносить людям пользу. Работа, ну, мне и нравится то, что разносторонняя, неоднообразная. Каждый день какие-то новые проблемы, каждый день что-то надо решать, что-то изучать для того, чтобы решить определенный вопрос. Ну, не соскучишься. И не монотонная работа. Ирина Шуляк – энергичный человек с активной жизненной позицией и умением решать возникающие трудности. Она не привыкла останавливаться на достигнутом и знает, что нет предела совершенству. Бесспорно, в будущем Горбовический сельский совет станет еще краше и уютнее, а героиня нашей сегодняшней программы продолжит покорять новые вершины. Порой творчество не имеет границ, оно становится смыслом жизни, а люди, влюбленные в этот захватывающий процесс, стремятся раствориться в нем целиком без остатка. Ни помеха тому домашние хлопоты, ни ежедневная суета, ведь любимое дело – это то, что вдохновляет и придает сил. Героиня нашей программы Мария Богданович с активной творческой жизнью связана неразрывно. Я с 14-ти годов первая у меня была простена, вышивала я первую простынь. И с того времени я все время... Мне интересно, просто-напросто мне интересно вышивать, и ткать, и вышивать. Мне интересно. Я не могу так вот сесть и все. Мне интересно, хочется мне именно вот эти цветы, вот это произвести, и именно было на материале. Вот хочется мне, я люблю сильно вышивать. Мария Богданович постоянно находится в творческом поиске. Активная и энергичная, она успевает найти время и для работы, и для любимого увлечения. Это пяльцы. Как бы было удобнее для самой себе, как бы ровненько было материал, был ровненько лежал, и ровненько было, вот вышивается, как бы ровненько стежки ложились. А так, если в руках, оно затягивается. Или же ранее брали так у ноги, и держали все равно кабину, натянутый бы материал. А теперь уже пяльцы сделали, и вот мы на пяльцах. Вышивкой Мария Богданович занимается непрерывно практически всю жизнь. Тяга к этому кропотливому виду искусства передалась от мамы. Очень быстро и сама Мария Ивановна освоила это сложное, но крайне интересное ремесло. Мамой ткать учила, мамой вышивала, и мы-то мамой научились усе. У меня тресец трещает, и сестры мои вышиваются, и я. Все мы вышиваем. И у нас у сели все вышивали. Теперь молодежь не вышиваю, не хочет. Ну, вышиваю так, крестиком, вяжусь в основном, а так уже вот этого не вышиваю, то, что мы вышиваем. Ручники, мы кажем, не полотенце же, а ручник, как ручники, настольницы, простины, мы уже не вышиваем. Уже мы сами наволки. Уже мы вот вышиваем старейшие, а молодые не вышиваются. Продолжая семейную традицию, Мария Богданович вышивает постельное белье, ручники, картины. Весь интерьер ее родного дома пестрит многообразием вышитых произведений. Они олицетворяют богатый внутренний мир мастера. Все забываешься. И вот именно садишься, вышивать, значит, думаешь, ага, какие тут узоры, какие тут, какой тут оттенок, и оно забываю, успокаиваю его просто. Уже все забываешь, все успокаиваешься. Свои работы Мария Ивановна дарит родным и друзьям, а также участвует в различных выставках по всей Беларуси. Ее работы неоднократно можно было увидеть на масштабных фестивалях и в крупнейших выставочных залах страны. Наша героиня отмечает, для нее главное заниматься любимым делом, которое не просто приносит удовольствие, но и помогает отвлечься от напряженных будней, успокоить нервы, ощутить внутреннюю гармонию. Как добро присядешь, как вот управишься, да никуда не отходишь, так неделю за полторы нашу, и вот я, вот этого я нашила, нашивала за неделю вышила. Вот этого полторы, это был крестиком, но я гладью вышила, тоже за неделю нашила. Як села, так я уже вечер, я уже до двух часов ночи сидела и нашивала. Уже около 50 лет Мария Богданович радует людей и своим творчеством в составе коллектива художественной самодеятельности «Народные умельцы». Его артисты неизменны участники всех районных концертов, праздников деревень, областных и республиканских конкурсов и фестивалей. Благодаря ярким и колоритным номерам коллектив получил известность не только в родном районе, но и за его пределами. Песни разных жанров, народные танцы и обряды, все это неизменно притягивает зрителя. Вот это мы недавно были в Минску, третьего красавика. Ездили на форум и там ставили концерт. Именно мы из Берозовки танцы, а у нас был свадебный обрат, весельный обрат. Мы делали полностью, и пели там, и танцы были, и все, рассказывали, как у нас делается веселье. Вот это диплом, это у нас семейный, когда мы на фестивале, вот вместе вот дали, это нам. А то, и тут еще, которые на фестивале, а то все лично мои, вот это ветеран труда, а то все мои лично вот это я что, я езжу на выставке. Это все мои дипломы громады. Своим главным достижением и успехом в жизни Мария Богданович называет свою большую семью. Мария Ивановна мать пятерых детей и бабушка десяти внуков. Последние годы она проживает одна, тихой сельской жизнью в родной деревне Великие Автюки, однако вниманием не обделена. Когда с приходом весны появляется работа на участке, без помощи наша героиня не остается. Уся выращу и картопли, капусту, вот треба жить детям и самой все-все-все-все сажаю и выращиваю и растясь на добрые помидоры на растеток на все село и в народ даю и везде всю даю. Помогают мне дети, я же не скажу, Наташа моя приезжает, посынку я помидоры поподвязываю и полоть помогают и внуки приходят помогают поприходят ежджают на лето так, ну-ка кажу раздевайтесь, пошли переодеваться пошли, и все на гребце и все помогают. Мария Богданович зарекомендовала себя как хорошая хозяйка. На участке чистота и порядок, домашний скот сытый и ухоженный. Со своим большим хозяйством несмотря на возраст Мария Ивановна умело справляется и в одиночку. Все-таки за плечами 20 лет работы в СПК Автюки. Хотя, конечно, годы дают о себе знать и здоровье уже не то, что было раньше. Но тем не менее Мария Ивановна находит в себе силы и тем самым может послужить примером для многих. Я же не спешу уже на работу, а на пенсии один день, то и другой день, то и ковыраю все целый день. Как начнется ранее, с четырех часов так, и солнце сзади пока и темнее. Так я так и палю, и роблю, и все, и пчелы же еще едут, пчелы везде сюда. Таланты и возможности человека поистине безграничны. Мария Богданович яркое тому подтверждение. Всецело отдавая себя любимому занятию, Мария Ивановна никогда не останавливается на достигнутом. Именно благодаря таким людям сохраняется культурное наследие в нашей стране, а у молодежи появляется пример, каким должен быть настоящий человек труда. Найти талантливого школьника и помочь раскрыть его творческие способности – таков девиз Калинковичской детской музыкальной школы искусств. Уже долгие годы в учреждении работает Антон Конончук, педагог хоть и молодой, но с солидным опытом за плечами. Здесь же он и начинал свой музыкальный путь, а после обучения в Мозыре потянуло назад в родные Пенаты, где Антон продолжает трудиться по сегодняшний день. Детство свое провел в музыкальной школе, играл везде, где можно и на всех инструментах. Я очень любил это, но связывать свою жизнь с музыкой я не думал. Но все пришло внезапно, наверное, все-таки сказались эти годы пребывания в этом храме музыки. И буквально за две недели до вступительных экзаменов в колледж я почему-то принял такое решение, что мне нужно идти в музыку. Антон Конончук мультиинструменталист, человек, играющий на нескольких музыкальных инструментах. Он в совершенстве освоил гитару, барабаны, трубу, но наиболее близким сердцу стала фортепиано. Именно на нем Антон и учит играть своих учеников. Антон Конончук представитель музыкальной династии. Жизнь его родителей также связана с музыкой, что примечательно, познакомились они в Калинковичской школе искусств. И так же, как и сын, работают здесь. В числе преподавателей также сестра и супруга нашего героя. В школе искусств обучался и сын Антона. Правда, свое будущее все же решил связать с программированием. Занятие музыкой это необходимый процесс для постижения многих жизненных основ. Да и в целом важный этап формирования личности, считает Антон Конончук. Я считаю, что любой человек, у которого есть способности, у нас, кстати, в государстве, я считаю, очень много музыкальных школ. И это большое счастье, так как на Западе учат за большие деньги музыки детей. У нас это просто подарок судьбы. И зря, может быть, не пользуются многие люди, проходят мимо и не записываются в музыкальную школу. Я считаю, одно учеба, спорт и музыка, они все очень совместимы, потому что те детки, которые здесь показывают результат, как правило, они показывают результаты и в олимпиадах, и, может, даже в спорте. Вот у меня мальчик ходит и на борьбу, и на фортепиано, играет неплохо, и там он места занимает. Для общего развития ребенка музыка очень важна, так как развиваются даже такие сферы мозга и отделы мозга, которые мы еще не исследованы, мы не знаем, но, безусловно, ребенок, который играет ведь все нервные окончания находятся на пальцах, особенно вот пианисты, речь другая, понятия другие. Вот сын, то, что закончил мой сын музыкант в школе, я, конечно, не жалею. А сегодня в музыкальной школе города Калинковичи учится дочка нашего героя. Как некогда и сын под пристальным вниманием отца. Антон отмечает, на занятиях своих детей среди прочих учеников никогда не выделял. Здесь для него все равны, и к каждому успеху своего ученика он относится как к собственному. В его кабинете даже есть специальный стенд, на котором разместились фотографии лучших воспитанников. Здесь же и личные награды. Я работаю, не думая о грамотах, конечно же, потому что мы работа творческая, и мы работать плохо не можем, потому что фортепиано или выступление артиста на сцене, оно не подразумевает, нельзя не списать, нельзя никакого таблата иметь. Здесь все, ты работаешь на полной самоотдаче. Поэтому о грамотах мы, конечно же, во вторую очередь думаем. А больше об успешном выступлении, о качественной игре, о том, чтобы ребенку было приятно, и он рос. Вот это самое главное. В своей работе Антон Конончук отдается целиком, стремясь поделиться с учениками своими знаниями и навыками. При этом не забывает и о самосовершенствовании. В юности я закончил только музыкальное училище. Первое мое образование это музыкальное училище и долго я работал здесь и сейчас работаю в школе со средним образованием, среднеспециальное образование. И вот так получилось, что я вот родилось двое детей у меня. Немножко семья отнимала времени, конечно же, нужно было много работать, много отдавать сил и времени, но сейчас немного стало полегче, детки подросли, и я поступил в Минск в институт. Конечно же, я понимал, что мне необходимо получить высшее образование и стать более сильным учителем, скажем, поэтому я поступил в институт современных знаний. «Талантливый человек талантлив во всем» – это известное высказывание четко характеризует нашего героя. Помимо своей профессиональной деятельности, Антон Кананчук активно проявляет себя и в другой творческой сфере – художественной ковке металла. Здесь у меня находится часть моей творческой мастерской, в которой я тружусь, так как я самоучка в этом деле, в Кузничном. Много приходится читать для того, чтобы черпать знания, потому что далеко от меня это ремесло было, от моих знаний, которыми я обладал участие в музыкальном училище. Здесь много книг у меня, журналов и каталоги, в которых есть эскизы работ. Слава Богу, сейчас это все доступно, можно купить бесконечное множество всяких рисунков, которые очень хочется изделия все сделать, попробовать. Вот это мое рабочее место, где непосредственно происходит раскладка и сварка соединения между собой кузнечных каких-то заготовок. В основном вся кузнечная заготовка основная это вот завиток, валюта. Из них можно выложить очень много интересных рисунков. Художественная ковка металла увлекла нашего героя 7 лет назад. Все началось с ремонта в доме. Антон искал сварщика и когда поиски не уменьшались успехом, решил сам купить сварочный аппарат. Начал обновлять ограды на участке. В итоге появилось желание досконально освоить кузнечное ремесло. Хоть я и музыкант по образованию, но в то же время я и мальчишка, и мужчина, можно сказать, а никакому мужчине не чужда хорошая физическая работа. И вот именно захотелось нагрузиться в вечернее время, выходные, нагрузиться тяжелым физическим трудом, несмотря на то, что есть работа и по двору, и по огороду, хочется поделать своими руками. Я всегда это любил, и в детстве занимался какими-то другими увлечениями, но вот металл привлек, потому что здесь есть такая огненная сфера, скажем, огонь, он меня всегда увлекал, успокаивал, и после такого эмоционального, умственного рабочего дня, как у нас получается на работе в музыкальной школе, просто хочется делать что-то руками, для того, чтобы немножко сменить род деятельности и тем самым переключиться и расслабить, да, наверное, опустить эти эмоции просто спокойно, спокойно здесь в тишине, как говорят, себе потихоньку возиться в своем хозяйстве с этим железом. Когда начали поступать заказы от знакомых, Антон Конончук официально зарегистрировал свою деятельность. Мастерской обустроил в своем частном доме. Изначально был сделан небольшой деревянный навес на улице. Со временем же появилась вот эта уютная и современная мастерская, которой позавидует любой ремесленник. Здесь Антон Конончук проводит практически все свои выходные. Усталость это точно не про него. Когда занимаешься любимым делом, которое приносит тебе удовольствие, то ты уже словно на отдыхе, говорит наш герой. А когда во всех своих начинаниях ты еще и ощущаешь поддержку близких, то это ли не настоящее счастье? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова